Давайте начнем. Начнем, а то погромче говори. Хорошо. Когда вы попали на фронт? На фронт я попал в 1942 году. А месяц? Вы уже ушли с фронта или закончили войну? Когда закончили войну? А я в Германии не был. Наш фронт проходил через Румынию, Венгрию, Австрию. Я закончил войну в Праге. Мы 7 мая брали право. А где воевали? На каких фронтах? Третий украинский он называется. А путь начиная с Белоруссии. И пошло на запад, через Румынию. Вот так вот туда. И потом вверх в Австрию, в Венгрию. И в Чехиловатю. Хорошо. Ничего страшного. Я вас тоже. Никит. Это Моисеев. Стенка сел. А вы же уже отключили, да? А в каких родах войск? Я первый раз я был отдельный лыжный батальон. Так называется. Хорошо. А где? А когда? Это в 42-м году. Вот сейчас это. Я вот сидел, думаю, буду говорить. Вот сейчас как? Аэродром вот наш. Шереметьевский. А, Внуково. Внуково. Начинаю с Внуково. Хорошо. Вот так. Значит, звание какое было? Был солдат, потом заслужился на младший лейтенант. Хорошо. А вот предвоенные годы помните? Конечно, как предвоенные годы. Учился. Со школьницей, с камней, как всех старшеклассников, нас на трудфронт. Я был в Ходьково. Делал эти завалы противотанковые пилили, да? Потом был поваром. Мы готовили дрова для Москвы. Потому что... А вот как... Ну, предчувствие войны было, может, какое-то? Или... Как предчувствие было войны? Или как надвигаться? Ну, что может... Мне было 15 лет, началась война. Пацаны. Гасили это. С удовольствием лазили по чердакам и гасили зажигалки. Вот. Это было наше занятие. Это уже когда бомбили Москву. Начали бомбить Москву, по-моему, 1-й 0-й был где-то 17 ноября, по-моему. Я забыл. Я же контужный. И у меня память абсолютно нет. Так что вы, может, чего-нибудь напишите. Хорошо. Ну, снимаю, поэтому просто... Я понимаю. А вот начало, само начало уже войны, как оно для вас началось? Как вы узнали? Ага. Ну, тогда не было, конечно, ничего таких. Не было. По радио узнал. Это... Мы жили в коммунальных квартирах. Ну, как? Были старшие. Война начала. Я даже не представлял. Ну, война сколько? Как? Что? Ну, под санкцией же. Понятно. А как реакция? Отреагировали как? Мы победим. За Сталина, за Ройну. А речь Молотова? Скажи мне 22-го. Ты знаешь, откровенно говоря, я не слушал ее. Ну, 15 лет-то... У меня другая была, понимаете. Танк еще мне интересен, когда был. Как ребенок. Так. А речь Сталина? Слушал внимательно. А вот как призваны были в армию? Как призвали вас в армию? Как? Вот я говорю, до войны, прям со школьниц, ко мне, меня поставили на трудфронт. Потом, значит, я прошел эти Ходькова, Поваровка. А потом, в последнее время, меня послали на завод, 31-й завод, авиационный. Я там, я не помню, кем я там работал. Таскал, что? Во мне было метр сорок семь. А винток метр пятьдесят пять. Вот как. Там фронтовички такие здоровые ребята. А я пришел, москвич, а там такие боевые уже ребята с медалями. У них ложки вот такие вот, да. А я пришел, свои ложечки, пока я... Они уже все съели. А наливали нам эту шайку, чем мылись, да. На отделение наливали. Пока я их, кстати, есть ложечки. И нас в батальоне, там батальон приблизительно пятьсот, нет, меньше. Вот, ну, четыре роты, да, три с чем-то. И с приданными-то пятьсот. И вот, меня, знаешь, потерял зрение. Я доходяги называю. Потому что, ну, там такие деревенские мужики, они более такие. А я не привык, пока ложечка. И нам Америка поставляла колбасу такую, в таких банках. Ты, наверное, помнишь, капитан? Вот. Нам приказали сделать, не приказали, а предложили сделать отдельно котелки. И отдельно, чтобы... А то мы шатались. Очень хотелось удержать винтов у них с пацанами. А в сражениях? Да? Еще мол, да? В сражениях не участвовали. И участвовали. Как? Просто... На фронте? Да, на фронте. А как же нет? У меня папу убило... Где-то в сентябре месяце. Я как патриот, мы же были очень патриоты. Нам было до лампочки, что там убьют, не убьют. У нас не было такого особенного понятия. Вот. Мне захотелось пойти на фронт. Мне неправильно. Я очень маленький, тоненький, куда-то такой. Ну, все-таки потом, ладно, давай его определим. И вот я попал в лыжный батальон. Лыжи в два раза больше. Первый бой, где я забыл, где-то мы уже в 42-й год, конец 42-го года, это где-то уже мы продвинулись за Орел туда. Вот я не помню, где я начал первые бои. Не могу вспомнить, честно. А какое-нибудь радостное событие из сражения? Вся жизнь была рада. Радость, это радость, что вы имеете? Во время войны? Да. Радость. Радость, когда берем город, когда остается жив, когда еще сыт. Потому что это тоже много значило покушать. Вот. А награды какие имеете? Расскажите. Ну, у меня «Звезда», «Отечественная война», «Орден славы» и две медали за отвал. Ну, потом эти все, там 16 медалей эти, юбилейные. И это так, я не считаю, это за ордена. Ни для красоты. А битва за Москву была, что знали? Ну, битву в Москву я не мог. Немец подходил еще 16 сентября. Я помню этот день. Но я маленький был. У нас, на Смоленске такая есть, да? Мы стали ежи против танка. Готовились, пишем. Мешки с песком, как бы, ну, для обороны. Это на кольце, на садовое кольцо. Были готовы. А вот там, ну, вы же узнали, когда началось контрнаступление, да? И что вы почувствовали? Радость? Радость, конечно, необыкновенная. Каждый взят город, каждый город. Это радость была, конечно. И радость, ну, да, как-то смешивалось. Большие же потери были. Коммунальные квартиры. То с одного там Коля убило, то Боря убило. То там дом большой, у нас был, 6 этажей. И сколько квартир? 26 квартир. А в каждой квартире там по 6 комнат. Ну, и мы играли, конечно. То этого убило, то этого. Как-то вот это немножко. Ну, как говоришь, его могут убить. Ну, и сейчас, как-то психологически. Ты можешь умирать, а я еще поживу. Ну, понятно, да. А вот о командирах своих что? Помню, помню Александру Виноградову. Командир роты. Прекрасный командир, очень смелый. Я с ним расстался. Я участвовал в боях под озером Болотон, это в Венгрии. Там меня основательно ранило. А так вот я с ним прошел путь от начала до конца. Ну, сейчас, наверное, их нет уже. Мне это 86. Они старше меня лет на 7, на 8 были. Сейчас, наверное, девушки из жизни. Ну, знакомых нет. То, что я вернулся с Москвы, человек 6, наверное, да. Ну, своя болезнь. А по кого он сахвал? Вы знаете, я не касался штабной работы. Я был на передовой. Что, мы знали там командира. Кого? Ну, командира батальона знал. Командира полка знал. Командира дивизии. Командира фронта. Да, больше. Выше туда уже не залезали. А к чему нам нужно? У нас была определенная задача. Вперед и с песенами. Да, а тогда к Сталину относились? Положительно. Вы знаете, даже вернулся, деморизовавшись, когда он умер, я плакал. Я думал, а как мы будем вернуть? Как? Я не представил, как без Сталина будет дальше жизнь. Потому что мы ложились в союз нерешимых республик. Семь Сталин. Сталин – наша слава боевая. Сталин – наша юность и полет. Ну, а потом психология меняется. Как вы читаете книги, вот там, что он творил? Там убивал, и там масса этих лагерей. Все это под его руководством. Конечно, психологически я сейчас против него. Я еще сказал, что я был пионером, комсомольчим, партией. Но сейчас я не хочу ничего. Никакой партии, ничего. Так, все это. А вот Верок Бога была? Да, но у меня такая семья была, предки мои, не все, ну, такого княжского рода. Вот у меня бабушка, она закончилась, и тут был родный девиз. Дед мой был, ну, губернатором, генералом в Винницкой области, да. Ну, все они, ну, с углов, рейхозные. Так что у нас няня была, я с ней ходил все время, смотрел. Ну, тогда же это очень сложно было. Как в школе. Октябренок и церк – это несовместимое, как вода и огонь. Если я иду в церковь, я боялся, чтобы товарищей не увидели, не из школы. Если скажут там, в школе, что такое. Октябренок, у меня же был значатчик, Октябренок, пионер, вдруг идет. А там такая пропаганда была. Ну, тебе, конечно, не досталось. Вот такие дела. А что еще помогало не падать духом? Не понял. Ну, вот это помогало не падать духом на войне? Ты знаешь, там некуда. Мы же все как машина. Нам сказали, мы делаем. Нам некуда было думать. Нам надо идти и убивать, и побеждать. Когда говорят, что это Варуста убить. Он говорит, да, ты не хочешь. Ну, он тебя убьет. Ну, как неохота было. Там был, там такой город есть. Уй-Пешт. Это Уй-Пешт. Маленький Пешт. Город под Будапештом, да. Вот ты там встретил уже этих венгов, которые... Как-то у меня особо зла не было такого. Вот даже, насколько патриотом мы были. Мы шли там военно-пленные. И шею живу, я говорю, да. Я к ним даже кормил немцев. По-человечески. Они же, ну, сугубо поняли, что мы солдаты. Это машина. Что сказали, то надо делать. Но они же тоже такие же, как и мы. Они же тоже, может быть, он и не пошел бы на фронт, и меня бы не убивал. Он не имеет... Ну, политика, знаешь, какая-то сложная вещь, конечно. Сейчас это все уже с годами. Все это переворачивает. А когда пацанов сейчас... Ты у себя думаешь? Я уверен, что не очень. А как вас встречали население при фронтовой? Очень хорошо. Очень хорошо. Я не знаю. Вот там много пропаганды было, туда-сюда. Я не знаю. Особенно в Чехословакии. Там прекрасно. В Австрии немножко... Так, по скамнению. А в Чехии у нас хорошо встречали. Ну, и мы тоже, конечно, не подарки были. Кушать надо. Мы мародерничали, но приели разум. А нас на это здорово наказывали. Единственное, что я скажу, конечно, у нас, у солдат, вещь-мешок, там у нас, НЗ, кружка, ложка и портянки. Немецкий я взял ранец, посмотрел. Там, значит, щёточка для обуви, бархотка, хлебушек. Такой, этот, в целлофане, которому вообще представление не имеет. Что это такое? Оказывается, это, вот как сейчас продают, он может долго. А у нас это, как, попроще было. Вот. А приходилось сталкиваться согласовцами или слышали о них? Один раз, вот, когда, уже после войны я ехал, вот, вот, шли эти, ну, немцы, как пленные. И мы сидим, кур набрали от жирёвных, и один мальчишка, уж мы взят с этим маленьким, а он ещё меньше, такими жадными глазами. Я говорю, ком, ком, ну, позвал его, да. Я говорю, на, он сел, у него рука забинтованная. Я ему, ну, немецкий язык, как, в пределе, два-три слова, ну, чтобы общаться. Вот, он говорит, я говорю, он так, по-русски чисто говорит, а что делает, вот, с власовцами? Я говорю, как что, расстреливают? А если, ну, и начинают. Оказывается, он сам себе руку прострелил. Он власовц, но он тоже солдат. Я думаю, что вот солдаты, даже власовцы, они выполняли приказ командира. Мы же машина, мы подчинялись. Ну, ты, если командира не подчинь, всё. Что, ты дезертируешь? Против. А как иначе поступить? Может быть, там власовцы, они не думали, что, там, Германия, там, с ней как-то. Это власов, там, высшие офицеры команды, стратегии готовили, что советская войска плохая, а Германия хорошая. А нам это было дало. К нам надо было стрелять. Патронов, хамат и вперёд. А вот дезертирство сталкивались? Ты знаешь что? Скажу одно, что страшный вид. Но, правда, я лично этого не видал. Были такие заградительные отряды у нас, НКВДшники. Если наши идут наступления, а второй мышелон, ты отступаешь, тебя могут застрелить. И туда, и сюда. Там поле, и там поле. А штрафники? Приходилось видеть? Штрафные роты, как таковых, не видал. Ну, слыхал, что там у меня Андрюха попал где-то под Винницей. Ну, это смертники. И там, где, как буфер, дадут задание удержать этот плацдарм. Это гибель. Пока основные части подойдут, вот они должны удержать этот плацдарм. Вот тут посылают самые-самые самые страшные вещи. На войне были бытовые какие-то трудности, наверное. Ну, бытовые трудности на войне были какие-то. А там кругом трудности. Там, вот в Венгрии, я в апреле месяце, по-моему, у меня еще валенки нету этого командирования летнего. пока там командующий приехал, там политработники видали нас, кто в чем, кто в венгельских сапогах. Как такие воины, да? А мы, ну, представляешь, вот сейчас, ну не 30, пускай там 18-15 градусов, а у нас зимний шаг. Валенки, у нас женится, ну, что делать? Ну, мы как-то, знаешь, все проходит, потому что молодой. Все хорошо. Нету, хорошо. Есть еще. Ну, как, когда говорят, что вот, мне возмущают, когда люди говорят, что, и мы тоже. Вот я в господи лежал, он инвалид войны. И я тоже инвалид. Я говорю, Лех, ну, ты вот что, подметал в Москве тому, что... А мы причислены. К каждому было свое. Фронтовик, это отдельные категории людей. Абсолютно. А сейчас нас всех помешали. Сейчас очень плохо к нам относится. Вот это говориме Высших. Я очень-очень разочарован во всем. Такую мясорубку, я про себя два слова скажу, может, это не надо даже, что попал в такую мясорубку, и мне, что-то, вот здесь наш префект, вы находитесь, как это вам было, под защитой префектурной. Ну, я пришел, что от футбольника, смешно. Мне 85 лет. Для того, чтобы получить площадь от фронтовиков, меня через 5 лет поставят на учет на получение квартиры. Это издевательство. А когда я прихожу в управу, или профитатура, говорят, а у нас указ, для вас ничего, никаких льгот. Я говорю, Путин выступает, Медведев, что, мол, вот фронтовиков надо, ну, пускай беспечный, а у нас есть. Вот, пункт такой-то, такой-то, не положено. Вот через 5 лет, ну, смех, я послал Медведеву, но ответ пока не получилось. Как такое может быть? Мне через 5 лет меня поставят на учет получения жилотворщины. Еще, значит, 5 лет, то где-то к 100 годам я должен получить. Нормально? Так вот. Это смешно, больно. Я такую месторуку попал, я бомж, вот я бомж, да? И головой ходил, и, я там, Лужкову писал. Все одно и то же. А потом мне, в управе, в управе, наш, Елена Николаевна, по-моему, я знаю, она говорит, Анатолий Ленин, то, что вы пишете туда, это мы отвечаем. Они там сидят, белые воротнички, и так, а северные туда, они же невозможны. Ну, действительно, индивидуально, каждому подходили, это же машина даже. Так что, никто нам ничего не делал. Ну ладно, прожили. Все равно? Все равно? Хорошо. Все нормально. Как вы оценивали наше оружие тогда? Нашу технику? Ну, винтовки, лучи наши, никогда не было. И горязь, и вода всегда строят. Немцы из них, у них все смазали. У нас у нас, у нас хорошие, ну, поздно всего, когда у них были автоматы с рожками, а у нас только-только попыша такие, тяжелые такие, ну, что делать? Орудие, лишь было много патронов. У них и гранаты были, более-менее, так, но они воевали, всю Европу, они подготовлены больше были, чем мы там. Мы так, на нас напалишь, правда, старые гранаты, кольцо сняем, бросают. У них, так говорят, с длинными ручками, далеко. Я, кстати, вот ограду получил, первый под болотом, да, я там стоял орудие, как это, ну, самоходное, и нельзя не поднимать голову, стреляет, не поднять, ничего. мы с Женей обошли, и связь с гранат, и все. И обеспечили дальнейшее продвижение наших войск. А как отдыхали? Ну, отдых же был, как-то, ну, как тебе сказать, был, ночью, там, если, ну, затяжные бои идут, потом мы отходим, второй эшелон, идет воевать, а мы несколько дней придем порядок. Там же нужно было и пропарить белье, потому что там всякие нечисти были. Ну, все, нормально. А какие-то артисты выступали? Ты знаешь, выступали, но я их артисты фамилии... Это на отдых, идешь в втором эшелоне, первый эшелон, передовая, второй эшелон. Вот, приезжали артисты, ну, я не помню, я как-то, откровенно говоря, не очень увлекался этим делом. Может, там ребята, которые действительно служили, ну, такие мощные. А у меня даже что там было? 17 лет, 16 лет, я интересовался, что ли, эти, я... А известия из дома? А? Известия из дома, письма? Ты знаешь, у меня осталась сестра и мама. Получал эти треугольнички, там же, как... А потом, это... Вот, говорят вот так все это. Все это не так. Когда писать? Где писать? Тут надо покушать, согреться, помыться. Уже не думаешь о том, что... Ну, у кого семьи были, они чем-то были обязаны. А у меня кому писать? Отца у меня убила одна мама. Ну, я, по-моему, одно письмо за все время и послал. Вот, когда уже были на Западе, глубоко, там более-менее уже как-то. А вот здесь, да и бумаги не было. Ты не представляешь, что это такое? Какая мясорубка? Вот, а... наркомовский инстаграмм были? А, как же? Ну, я не пил и не курил. Я начал попивать, ну, то есть, уже придя с армии. А в армии мне первый раз старшина подходит, вот так, плечу, то ли, здесь, а что? Там такая алюминиевая кружка, не давали спирт. Махни, махни. А, знаешь, перед боем, это закон, тишина, вот, даже полет мухи слышно. Это, как, есть такое выражение, что затишье перед бурей, вот, перед большим сражением, как-то, ну, не первый раз, тишина, и нам давали. Ну, что, знаешь, это, одурелся, все же. Нормально, ну, я не злоупотреблял, я не курил, не пил, как не, какой-то не такой был солдатик-то. Ну, что делать, какой есть. Вот, вы говорили, не было некому писать, а любовь-то была на фронте? Встретили? Даже после фронта не было ничего. А про ранения, вы говорили, что мы дошли до фронта до конца, да? Ранения были у вас? Да. Вы можете, скажите, когда где? Да, под болотом у меня, под болотом у меня, у меня контузило, я потерял сознание, госпиталь, а такой город-то есть, Сан-Пельтон, я там лежал в госпитале, прорыв какой-то был на всех, кто более-менее, на пол клали. Ну, солдат есть, солдат, там шинель, 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 шинель спишь, шинель накрываешься, шинель по голову, одна шинель. Тяжело, конечно, за счет молодости, конечно, вот сейчас ты, где хочешь заснешься, мне надо какие-то удобства, а тебе ничего не нужно. Да, а вот про союзников слышали, наверное? Кого? Про союзников СССР. А-а-а. Второй фронт. Ты знаешь, что не буду врать, не вникал в это дело. Слыхал, ну как же, есть на тобой занятия, что должны открыть, должны открыть, нам это будет полегче. У нас это как-то верхний эшелон, что-то думали об этом. А мы, солдатики, нам нужно было идти вперед и убивать, и побеждать. Вот так. Ну, день победы-то, 9 мая, как встретили. Да не поверил, я был, я даже не помню, где я был. Когда в землянках мы были, кто-то прибежал, старшина, ну, конец, война кончена. А, ну, тогда такие часы, Омега были, немецкая. Я убегаю, да, я говорю, если ты правда говоришь, я их разбиваю об стол. Такая радость. Ну, что, что такое победа? Во-первых, ты живой остался, это раз. Потом думаешь о Москве, о родителях, что все будет нормально. Я, конечно, думал, что, ну, после войны, что, как нам говорят, что вот так вот будет жизнь. Ну, не всегда так случилось. Да, ну, еще была война с Японией, вы слышали, вы часто говорили? Да, ну, это, нет, я не могу ничего сказать об этом. Я знал об этом. Потому что, после, в 40, ну, да, в конце 45-го, наша часть приказ был на Дальний Восток, на войну, да. Ну, потом все-то переферновали и нас загнали в Туркмени, в Узбекистан, в Куршки, я там заслужился. А может, что-нибудь хотите сказать еще молодежи, поколению следующему? Будьте патриотами, как мы. Мы не за деньги, а просто за совесть. Это, это прежде всего. У нас были очень патриотично. Вот он не даст собрать. У нас это, мы в другой покое. Вот, как было обидно. Еду 9-го мая, по-моему, на Александровский сад меня пригласили. Там каша, 100 грамм, там ребята все были же. Едет молодежь, напротив. Мне так один, так развалившийся, эти без боя, наоборот. О, железки нацепил. Вставаешь, нет? Я хотел встать, у меня палка, да, ударит, а второй говорит, то что сиди. Сейчас все измолотят. Вот, хотел услышать, как вот вы, вот, вот, такое, как-то отрицательно относится к нам. По-моему. Ну, если, или, если не были в движении, но нет такого, такого, что, уважения. Нет. Очень обидно, конечно, очень. Ну, что делать? Будем верить, что это, будем верить, что все изменится. Я думаю, что да, если вот мы будем давать интервью, если и ваше...